Здравствуйте, меня зовут Йоанна Шимайска. Надеюсь, что будет меня слышно, особенно сзади, потому что я иногда забываю громко говорить, так что если так случится, то, пожалуйста, скажите мне об этом. Спасибо за приглашение. Я очень рада, что могу здесь быть и тоже видеть столько знакомых. Мне уже лиц. Я сегодня хочу вам рассказать более, может быть, на практике вот то, что связано с языком вражды, на двух таких для меня ярких примерах, о которых сейчас буду говорить. Но для начала я хотела представиться. Я в первую очередь работаю в международной организации «Артикль-19», которая занимается свободой слова. Я в этой организации занимаюсь как раз, между прочим, языком вражды. и как это, как быть, да, потому что очень часто мы, нам кажется, и мы слышим, что вот или свобода слова, или противодействие языка вражды. А мы в нашей организации разработали свою вот такую позицию на эту тему, и мы считаем, что это не идет в конфликт, что на самом деле можно противодействовать языку вражды без каких-либо, вот, без цензу и без ограничений свободы слова. Но это, конечно, очень сложно. Но я здесь, я сегодня не просто, я не представляю эту организацию только, вот, там даже написано, что я просто, там даже написано, что я экспертка. Очень спасибо за это название. Не знаю, насколько я могу назвать себе эксперткой по языку вражды, потому что я считаю, я так заметила, что чем больше я этой темой занимаюсь, тем сложнее эта тема кажется, потому что она не однообразная, и это не тема, которую можно вот, она не черно-белая. И в этой теме существует очень много вопросов, очень много сталкиваемся с разными тоже, с разными мнениями. И я не думаю, что сегодня я вам дам ответы, что вот все вот так. Наоборот, я думаю, что наша цель сегодня это поговорить и посмотреть с разных вот точек зрения, насколько вот этот вопрос сложен и насколько разных многих вещей надо учитывать, когда вот хотим этой темой заниматься и с этой проблемой что-то делать. Я, в общем-то, из Польши, и я живу в Польше, в городе Гданьске на севере. И одна из историй, о которой я хочу сегодня рассказать, она именно с этим местом связана и связана тоже со мной, немножко со мной лично. Прежде чем начать, еще хотела сказать, что я простудилась вчера, когда приехала в Минск. Я немножко плохо себя чувствую, так что если буду забывать там слова или еще что-то, то извиняюсь. Или если буду чихать, то тоже извиняюсь. Надеюсь, что таких проблем не будет, но тем не менее я не совсем хорошо себя чувствую. Хорошо. Так я бы хотела начать с... Как я говорила, я хочу, чтобы мы больше поговорили про то, что сейчас происходит в Европе на двух конкретных примерах, а потом посмотрим, как дальше пойдет. Но прежде чем поговорить о том, что происходит, я все-таки хочу на несколько минут рассказать про то, что в теории, про то, что я считаю важным, то, что организация, в которой я работаю, тоже разработала несколько лет назад, как свою позицию на тему, как противодействовать языку вражды и что такое вообще язык вражды. Потому что проблема первая, с которой сталкиваемся, это вы, наверное, знаете, что нету одного определения, что такое язык вражды. Нету его в международном праве. И на самом деле, во многих странах, если посмотреть на законы по возбуждению ненависти, те, которые касаются языка вражды, они бывают совершенно разные. Эти определения языка вражды бывают очень широкие, слишком широкие или тоже слишком узкие. Так что вот это большая проблема, что нету согласия на тему, как это определять и что это такое. Но несколько лет назад была разработана вот такая пирамида, которая в теории должна помочь нам понимать, какие есть виды языка вражды, которые можно, вот если взять по вниманию, юридическую среду законодательства, язык вражды, который должен быть запрещен законом, и который тоже не должен быть, который должен существовать. И что тогда с таким языком вражды делать? Так что вот эта пирамида показывает, что самый тяжелый, самый серьезный язык вражды это тот, который подстрекательство к совершению геноцида или пропаганда ненависти, подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию. И об этом говорит, например, Конвенция о геноциде или статья 20 Международного пакта о гражданских и политических правах. Если пойти ниже, то тоже статья 19 этого пакта, от которой идет название организации, в которой я работаю, артикл 19, говорит о том, какой язык, эта статья говорит про свободу слова, но тоже говорит, в каких случаях это слово, этот язык может ограничиваться. И это там указано вот так, что это связано с уважением прав и репутацией других лиц, охраной государственной безопасности, общественного порядка или здоровья и нравственности населения. Звучит очень сложно, серьезно, но в этом как раз идет то, что можно назвать угрозами, которые к конкретному лицу идут. То есть не в группе, не язык вражды определен в конкретной группе, а язык вражды, который определен конкретному человеку из-за того, что он является членом данной группы. То есть это могут быть угрозы всякие по отношению к этому отдельному человеку, то есть не только к группе. И самый этот низкий уровень, это язык, который не должен ограничиваться законом, то есть он не должен приводить к тому, что человека сажают в тюрьму, например, потому что это было бы слишком. Но это тоже язык вражды, который никто не говорит, что ничего с ним не надо делать, с ним надо делать, с ним надо бороться над другими способами. И это могут быть просто оскорбления, которые не привлекают к возбуждению ненависти, не подстрекают к насилию. И это все хорошо выглядит, конечно, в теории, на практике всегда с этим бывают проблемы. Еще вот такая картинка, которая показывает, что значит вот это подстрекательство, это самый главный компонент, если говорим про язык вражды, который должен быть запрещен законом. Это компонент подстрекательства того, что есть человек, который говорит вот это высказывание ненависти, есть у него публичная аудитория, которая это слушает, и потом есть вероятность, угроза, что может это закончиться дискриминацией, враждой или насилием к целевой группе. Но так как я сказала, это не единственный случай, потому что не обязательно, чтобы была та аудитория, которая слушает этот язык, принимает этот язык вражды. То есть тут часто можно сказать, что, например, это какой-то политик, который влиятельный, у него есть группа своих, которые его слушают, и они ему верят, и они потом транслируют эти слова на конкретную группу. Но это не обязательно так, может быть, тоже то, о чем я уже сказала, что без этой, как бы без этой публичной аудитории просто один человек и один объект высказывания, и это угрозы, это могут быть преследования, унижения и так далее. И последний слайд по поводу теории, так как я не хочу слишком много занимать в этом времени, я потом могу вам, с вами поделиться ссылкой на пособие, которое есть на русском языке, где вот это все очень подробно объясняется. Есть ряд вот таких позитивных мер, которые должно делать, принимать государство, чтобы с языком вражды бороться, то есть не только в плане закона, не только в плане того, чтобы как-то осуждать по закону тех, кто распространяет язык вражды, так как я сказала, что не все высказывания должны сразу преследоваться на законодательном уровне. То есть что должно существовать в государстве, чтобы уровень и может количество случаев языка вражды снижалось. И в первую очередь, и это очень важно будет для нас в дальнейшем в нашем рассказе, это признание существования нетерпимости и выступления против нее, в первую очередь политиками, в первую очередь людьми, которые имеют влияние, журналистами, не знаю, известными людьми, которые включаются в жизнь, в жизнь общества. Такие люди должны выступать против случаев дискриминации языка вражды. Если этого нет, что увидим тоже позже, если правительство поощряет или игнорирует такие случаи, то на самом деле мы можем как гражданское общество делать что угодно, можем быть очень активными, можем делать компании, можем привлекать молодежь, можем делать все, что придумаем, но если вот этот компонент не существует, если нас не поддерживают те, которые влияют общество на уровне политики, скорее всего, медиа, то побороть эту проблему мне лично кажется крайне сложным. И дальше существуют другие, конечно, пункты, то, что должно делаться, то есть обучение по вопросам равенства в стране, то есть обучение и полицию, и судей, и всех, о ком можем подумать. Это тоже плюрализм и равенство в СМИ, то есть медиапространство должно быть разнообразное и должно тоже включать, показывать жизнь, уязвимых групп, допускать в голос тех, кого преследуют, и это тоже очень важный компонент, или же общественные образовательные информационные компании. Вот это как бы такая вступительная часть, я прошу прощения, но засохло в горло, теоретическая, я понимаю, что это очень много информации, а у нас нету слишком много времени на эту часть, если у вас есть вопросы прямо сейчас, или я уже приду к окей, хорошо. И вот так, это у нас теория, в теории все кажется более-менее понятно, и теперь как это все выглядит в соседних странах, я выбрала на сегодня, можем потом еще пообщаться, если будут вопросы и более широко, но я выбрала два кейса, я выбрала польский кейс, я выбрала немецкий кейс, потому что я не считаю себя эксперткой по всей Европе, я не все знаю, что происходит на эту тему везде, но я не случайно выбрала эти кейсы, первый из них надеюсь покажет, что происходит, когда нету никакого ограничения языка вражды, а второй покажет, как это опасно, когда государство слишком пытается этот вопрос контролировать, то есть я выбрала два разных совершенно кейса, и к сожалению первый кейс появился у меня недавно, мы раньше с Настой говорили, что я когда буду в Минске, то проведу такую лекцию, и тогда я даже в каких-то кошмарах не думала, что у меня появится кейс, связанный с моим родным городом, наверное, многие из вас слышали, потому что это был кейс, о котором говорили по всему миру, что в январе, вот месяц назад, во время благотворительного концерта в городе Гданьске был убит прямо на глазах нас, жителей Мэр. И к сожалению этот кейс подходит нам сегодня, хотя я не хочу делать каких-то, не хочу осуждать, не хочу делать никаких выводов, я просто вам покажу, как выглядела эта история, которая закончилась именно так, потому что прямо сейчас нету доказательства, никто не скажет, что вот именно из-за этого этот человек был убит, но я вам покажу, какая атмосфера вокруг него была создана. И для начала я хочу показать такой вступительный ролик, который я нашла на русском языке. Гданьск делится своим добром. Гданьск хочет быть городом в солидарности. За все это я благодарю вас, потому что на площадях улицы Гданьска вы жертвовали деньги, вы становились волонтерами. Это прекрасное время, чтобы делиться добро. Вы все замечательны. Спасибо вам. Это будет воскресенье слова, который услышает своего мэра жителей кольского города. Через несколько лет у Павла Адамович оскорфейно ранил несколькими ударами ножа человек, появившийся на сцене. Супник оставался кредит и выжим взял руки и кропот. Он заявил, что несправедливо отсидел срок в тюрьме и выпытал отновшая фартинера гражданская платформа. Он сейчас уже возраган был питатель. Он не изменялся и был счастлив под того, что он заболел. Это был не тот человек, который убавится, нападает не просто картины соседей. Павла Ардакомича напал 27 лет в Кританско. Он отсидел 5,5 лет в серию ограблений банков и вышел на свободу в декабре. В МВД Польша сообщили, что у нападавшего были выявлены проблемы с соседями. Повинцы сейчас выясняют, как именно преступник плохал на сцене. Мы знаем, что он использовал документы для журналистов. Сейчас попытаемся установить, каким образом ему удалось получить пресс-карту, наиболее имя она выдана и кем, и как ему удалось проникнуть на сцену. Но главное, почему он решился на такой страшный поступок? Вручить суду 4 ролика пострадавшего. В это время сутки горожанства и крови Адамовича, который сам был постоянно в зону. Мэр Адамович был фэром в Даниско последние 20 лет. На местных выборах прошлого года он получил 65% голосов. Он был либеральным политиком и выступал за право Минши. В Даниске действует Совет иммигрантов и интеграция по имени и Совет по вопросам равенства. В 1988 году Павел Адамович был одним из организаторов запасовок, которые привели к падению коммунистического режима. Папа Иран Павел II наградил его медалью за заслуги перед церковью и Папой, а президент Александр Косневский кристоф заслуги. Сегодня в Даниске, в Кракове и других городах Польши пройдут марши в память о Павле Адамовиче. Да, и давайте как это все начиналось. Так как было сказано в этом ролике, это был очень либеральный мэр, что не совсем нравилось нынешней правящей партии, которая власти в стране с 2015 года. И если в целом говорить про язык вражды в Европе сегодня, то вы наверное знаете, что самая тема, которая вызывает язык вражды в Европе сейчас до сих пор это тема беженцев из Сырии, из Ближнего Востока, из Северной Африки. Это началось в 2014-2015 году, когда вот в 2015 году в Польше, когда Евросоюз вот решил, что вот кризис настолько большой, что надо, чтобы все члены государства поделились и приняли понемногу вот вот этих беженцев и тогда вот был сделан опрос и получалось с этого опроса, что где-то 70% поляков было за то, чтобы принимать беженцев. Год спустя это было наоборот, 70% было уже против. И это случилось из-за очень такой сильной массовой вот такой атаки в СМИ, которые откровенно можно это сказать, что это не тайна, которые связаны с нынешней правящей партией, а тогда как раз было до парламентских выборов и предыдущие власти сказали, что они примут этих беженцев. И на самом деле вот эта кампания предвыборная одна из главных компонентов это было напугать общество перед этими страшными ужасными беженцами, которые и тут я подобрала такие интересные ужасные из журналов того времени. То есть тут например то, что на поляков очень сильно может подействовать, что это фотография, такая фотография была с сентября 1939 года, когда немцы сфотографировали, что ломали как раз этот шлагбаум, а вот тут этот шлагбаум вот нашей границе переприступают и ломают вот беженцы. Тот, который посередине говорит о том, что беженцы принесли болезни в Европу, а вот этот говорит о изнасиловании исламом Европы. И тут вот идет картинка определенная, где видим женщину. И вот это реально довело до того, что за год это все перевернулось, большинство населения стало категорически против принять беженцев. В итоге этот план Евросоюза не удался, потому что Венгрия тоже не приняла, другие страны тоже там не очень, так что солидарность европейская не сработала. В тот момент Евросоюз ушел, отказался от этого плана. Но в тот же момент мэр Гнайска вместе с десятком других прогрессивных мэров в Польше подписали такую декларацию по поводу что будут поддерживать друг друга по вопросам миграции. Потому что очень много уже тогда все больше и больше приезжало в Польшу особенно украинцев за работой, тоже очень много белорусов. А так это все показывалось в СМИ, как будто беженцы, мигранты, это все одно и тоже. То есть они приезжают не работать, они приезжают забирать пособия социальные и вот ничего не делать. То есть вообще очень многие люди таким образом смешали все это в одно. Так что против этим иммигрантам, благодаря которым в Польше еще ездят трамваи и автобусы и что-нибудь вообще происходит, потому что сейчас если бы все эти полтора миллиона уехала, вообще я не представляю, что бы было в стране, потому что не хватает людей. Все-таки вот в этих СМИ, связанных с правительством, постоянно вот это появлялась вот эта такая ненависть по отношению к чужим, к всему чужому, что чужое нам. А мэр Гданьска понимал, что все равно в Гданьске уже столько тысяч этих иммигрантов, они работают, государственная программа никакая не работает, никто им не помогает, никто им не помогает выучить язык, никто им не помогает документы оформить и так далее, все на польском, вообще они брошены и никто не заботится о них, поэтому он вместе с другими мэрами договорились, что в своих городах, насколько они могут на региональном уровне, они будут помогать этим иммигрантам. И вот эта декларация вызвала очень сильное негодование среди тех, кто связан с правящей партией, появлялись и тогда начались реально очень такие направленные атаки на этого мэра Павла Адамовича. Гданьск очень особенный город, что он все столетия, ему уже тысячи лет, он очень открытый всегда был и очень автономный, то есть это город, который никогда не любил подчиняться какой-то центральной власти. Я об этом могу говорить долго, но это, наверное, придется меня еще раз пригласить с отдельной лекцией, но я говорю об этом потому, что вот так как это был иногда польский город, иногда немецкий город, иногда вольный город, вот это все там смешивалось в истории, правые силы в Польше очень любят использовать вот это клеймо, что вот Гданьск он такой другой, потому что там живут немцы, а немцами тоже сейчас любят в Польше пугать, вот это второй, вот беженцы и немцы это то, чего надо бояться, вот если вы не знали, то если будете ехать ехать в Польшу то вы уже знаете кого надо бояться. И выглядело это так, вот тут например одна из самых ярких и ужасных политиков права и справедливости правящей партии Кристина Павлович, которая она говорит все, что ну то, что вы думаете, что невозможно, что политик сказал вслух, она это уже сказала. И вот у нее в какой-то момент тогда появился вот в фейсбуке пост, который заканчивается живут ли вот вопросом живут ли в Гданьске еще поляки. Ну мы удивились, конечно, потому что мы думали, что да, что мы поляки, но это все накручивалось все больше и больше. Получилась вот такая ситуация в прошлом году, что вдруг никто об этом не знал, никто вообще не подумал, что это возможно. Вот как видите на первой фотографии прошел марш радикально правых движений. Они зарегистрировали этот марш под другим названием, поэтому мэрия им ну у нас не надо там чтобы было соглашение, просто идешь говоришь вот какой будет марш, а не сказать, что это будет патриотический марш там про Польшу. Ну и никто не возражал, никто даже не задумался. И вдруг я помню этот день, потому что это была суббота, и мы ходим по городу и вдруг видим извините меня натиков, потому что по-другому я этого назвать не могу, в городе, в котором началась Вторая мировая война. И где есть фотографии, я как раз забыла, жаль, потому что потом были фотографии, которые сравнивали вот 1939 год, когда это был большинстве своим немецкий город, и когда натики вот ходили, и в таком же месте, вот с такого же ракурса фотография вот с прошлого года. Это всех ужаснуло. Многие сказали, что не может быть так, что в городе, который так страшно пережил историю, который был потом полностью разрушен, чтобы такие действия происходили. И вот тут видите мэра, который на следующей неделе он созвал людей, сказал приходите на марш против фашизма, против национализма, за толерантность, и за открытость общества. И за такие поступки его не любили, он не нравился, потому что он не прятался, он не говорил окей, бывает, нет, он выходил и говорил в нашем городе такого не будет. Что произошло дальше? В семнадцатом году такая организация, которая называется Молодежь Всехпольская, это тоже крайне радикальная правая партия, организация, извините, они создали вот такие свидетельства о политической смерти. Они их создали для всех этих мэров, которые подписали декларацию поддержки политики для иммигрантов. Я, конечно, только вот эту одну показываю, потому что это связано с Павлом Адамовичем, то есть и тут написано причина смерти, либерализм, мультикуртуализм, тупость. И реально там написано вот акт сгона, это свидетельство о смерти, и то, вот как это выглядит, это так, как в Польше выглядит настоящее свидетельство о смерти. Это вызвало ужас, но прокуратура сказала, что ничего тут не нашли, никакого подстрекательства к насилию, ненависти тут нет. То же самое правительство вообще не откомментировало этого, то есть не хватило того, что я говорила при теории, что надо выступать против, то есть если вот одна организация такая, ну разные бывают организации, разные бывают люди, но в такой момент не знаю какой-то министр, премьер-министр кто-то у власти должен выйти сказать вот этого быть не может, мы против этого, а такого не было, наоборот, они игнорировали это, они сказали, что ничего страшного, это свобода слова, я могу сказать, я работаю в организации по свободе слова, и иногда нам говорят, что вот вы слишком тут либерально относитесь, но вот это даже для меня это уже не свобода слова, это угроза очень реальная, и должно должно было привести к какой-то ответственности, но этого не было. Дальше, сейчас, когда уже случилась эта трагедия, люди начали анализировать то, как правительственные каналы, первый канал, как говорил про этого мэра Гданска Павла Адамовича, и тут есть просто так, я нашла вот такой сбор разных названий, то есть там провокации мэра Гданска, следующие очередные проблемы, Гданск приглашает иммигрантов, тайны мэра Гданска, мэр Гданска не хочет польских солдат в Гданске и так далее, потому что немецкий же город, это уже мы уточнили, и что оказалось сейчас, сейчас после его смерти был сделан анализ такой внешней фирмы, это мэра Гданска заказала, что первый государственный канал в прошлом году упомянул мэра 1800 раз, то есть средние 5 раз в день они говорили что-то про этого мэра причем был сделан следующий анализ недавно не всех этих материалов, но вот комиссия этики СМИ сделала вывод, что государственный этот канал манипулировал что касается вот в этих материалах по поводу мэра, что он был объектом всякой клеветы и не было права защититься, то есть они не брали у него интервью, потому что я не говорю, что он был чистый, там были разные, что он сколько там квартир, что он с налогом не уплатил, были, вот прокуратура этим занималась, но до сих пор ничего не было доказано, так что я не знаю, где правда, но когда вот они вот крутили постоянно вот эти материалы о нем, то не говорили, не давали ему защититься, не давали у него вообще, не брали у него слова, поэтому вот было принято решение комиссии по этике СМИ, что это была одна большая манипуляция, и теперь возвращаемся к его убийству, потому что сейчас многие говорят, что и вот это тоже мне очень не нравится, так как вы могли услышать в этом ролике, что вот было сказано, что убийца был, ну у него были проблемы с психикой, то есть это уже стигма на людей с психическими заболеваниями, это раз, два, что мне сложно понять, может кто-то из вас у вас будет идея, и мне сложно понять, а какое это имеет дело, значит, что если у него были психические заболевания, то он не мог сделать этого на почве убеждений, или он не мог принять то, что он слушал постоянно про этого мэра, наоборот, мне кажется, что может он более вот как раз он более это все принимал, более чувствовал, потому что постоянно эта атмосфера его окружала, я не знаю, но вот этот очень часто если поговорить с людьми, особенно которые не согласны с тем, что вот то, о чем я сейчас говорю, как-нибудь связано с его смертью, то говорит, но он же был больной, ну что это значит, это ужасная вообще и стигма на людей, у которых есть разные проблемы, и об этом как-то никто, слишком мало у нас тоже об этом говорится, и то, что он сказал, да, это был такой, знаете, очень ужасный, абсурдный момент, потому что вот все стояли с этими бенгальскими огнями, и в этот момент этого мэра вот он три раза ударил ножом, и никто ничего не заметил, его он только когда упал, вот там уже практически лежал, то люди, которые стояли с ним на сцене это заметили, то это не было так, что даже те, кто были рядом это увидели, потому что это был момент, когда было темно, видно, так на сцене было тоже темно, и люди тоже этого, которые стояли в первых рядах, они этого не заметили, но он подошел к микрофону и сказал, что было сказано в ролике, что он сидел в тюрьме несколько лет, и он обвинил партию гражданскую платформу, которая была партией раньше этого мэра, и которая была раньше у власти, то есть Дональд Туск, это тот, который сейчас занимает высокий пост в Евросоюзе, это его партия, а это партия, которая раньше была у власти, а последние четыре года, когда право и справедливость у власти, постоянно они говорят, что предыдущая партия во всем виновна, то есть мы уже смеемся, что что бы ни случилось в мире, то Туск и все они виноваты. И вот тут выходит человек, убивает мира, говорит, вот я сидел, это они виноваты. Как-то сложно этого не совместить, если была постоянно такая атмосфера, об этом постоянно говорилось, если 1800 раз о нем говорили за один год, то сложно для меня лично это разделить. но вы найдете людей, которые скажут, что это вообще не имеет никакой ничего связанного. И последнее про эту историю, то, что сильнее, чем тысячи слов, это какого года? 17-го года тоже журнал, который связан с правящей партией, который сделал вот такую обложку, что это похороны гражданской платформы этой партии. И они несут гроб этой партии и несут его все там. Тут Дональд Туск, например, это мэр Варшавы нынешний, который новый. Вот была такая обложка. А это похороны мэра Гданьска, который, как ни груди, раньше членом этой партии. И тут тоже вот именно этот мэр Варшавы. То есть я думаю, что эти сравнения это показывает, это символически показывает, что вот то, что мы говорим вот там про ненависть, которую мы пытаемся возбудить против кого-то. Это кажется, что только картинка. Но тут видим ситуацию, где реально это произошло. И я эту историю на этом закончу. так что тут я хотела главное донести, не знаю, насколько меня это удалось, что имеем дело с ситуацией, где государство, где правительство игнорирует или даже возможно подстрекает, потому что не реагирует, значит возможно это кому-то полезно, может кому-то нравится. Такие атаки, то есть не реагирует на язык вражды, на дискриминацию иммигрантов, беженцев, не реагирует на язык вражды, угрозы по отношению к политическим оппонентам, не реагирует таким же образом на язык вражды к другим группам LGBT женщины. Мало того, сейчас есть ситуация, где группа женщин заблокировала марш независимости, в котором шли разные праворадикальные группы, этот марш был легальным, но они выдвинули российские всякие лозунги, это не стало причином, чтобы этот марш был снят, чтобы он закончился, но женщины заблокировали этот марш как антифашистский движение, чтобы они не прошли, чтобы они не шли дальше. Сейчас у этих женщин проблемы, и их вызывает полиция и прокуратура, а не те, которые шли с лозунгами, которые говорили про белую Польшу, чистую Польшу, и так далее. То есть они не призывали к ненависти, а вот те, кто заблокировали легальный марш, сейчас у них проблемы. Вот. Я хочу сейчас пройти к второму кейсу, разве что сейчас можем если хотите что-то сказать, задать вопрос, чтобы я слишком много говорю тогда. Скажите, вот заключение Рады Этыки Мэйдинг, они имеют какое-то там обязательное для кого-то значение, какую-то правовую силу? Нет, и мне кажется, что как раз это один из провалов демократической Польши пока еще можно было это изменить. У нас очень много организаций журналистских, одни вот как бы в оппозитии от правительства, другие при правительстве, то же самое с комиссиями по этике, их несколько, и каждый слушает только свою, то есть другая могла бы сказать, нет, мы не нашли ничего такого в этих материалах, то есть нету одного субъекта, который мог бы принимать решение саморегулирования СМИ в Польше не работает, я очень хотела бы этой темой там заниматься, но я всегда слышу, что теперь это невозможно, потому что половина СМИ за правительством, половина против, и как бы объективизма уже нигде нету, потому что они только нападают друг на друга, я не могу сказать, что все обложки либеральных так называемых СМИ, что они хорошие, я бы тоже могла подобрать несколько таких не очень, то есть идет просто разрез, раскол общества, и это тоже идет даже в журналистской сфере, что нету единого такого механизма, который прислушивались наоборот, это совсем как бы только две точки зрения, если кто-то пытается сказать вы плохие и вы плохие, то этого не может быть, это сразу вызывает негодование с обеих сторон, то есть либо с ними, либо с теми, и другого выхода нет. могло быть сделано с правовой точки зрения, чтобы не пропустить что, ну вот ты говоришь про оценку ситуации с точки зрения подстрекательства, есть ответственность в Польше, да? Есть, да, за это, вот за возбуждение ненависти и за угрозу, но в плане вот того, чтобы эти свидетельства смерти, то это можно было и под личную угрозу, вот под этот закон. Он не заявил, и другие мэры тоже заявили, те, которых это коснулось, но прокуратура не нашла ничего. Это было как раз на две недели до смерти мэра он написал в фейсбуке, что вот я прочитал сегодня, пришло из прокуратуры, они там ничего не нашли, но я буду дальше бороться, чтобы была справедливость. Буквально там две недели до смерти еще писал о том, что он не согласен с этими, что он будет добиваться этой справедливости. То есть правовых механизмах хватает, просто нету желания со стороны органов правоохранительных и органов власти, чтобы этим заниматься. То есть тут как бы игнорирование проблемы, то есть проблемы нет. То есть вы там видите язык вражду, а мы не видим. и все. То есть это отсутствие реакции на проблему. То есть нападают уже доходят до того, что это не просто язык вражды, а нападают на иностранцев, на украинцев за то, что говорят на украинском языке, потому что бандеровцы, фашисты и так далее. Я занимаюсь, помогаю в Гданьске таким людям. То очень сложно добиться, чтобы дело было переквалифицировано как преступление на почве ненависти. Потому что мое подозрение такое, что надо показывать в статистиках, что их меньше или что нет такого роста, а их очень-очень много. То есть есть вообще такое игнорирование целенаправленное по-моему вот этого всего. Окей. Тогда Германия сейчас займемся. И это совсем другая тема. Я сейчас посмотрю, сколько времени. Поздно. Сейчас я бы хотела поговорить про кейс, который тоже вызывает с точки зрения свободы слова некие сомнения. я хотела бы рассказать почему. То есть Германия, конечно, там наоборот. Это страна, которая прекрасно понимает, какое у них прошлое. У них есть очень много правовых инструментов для предотвращения дискриминации, преступлений на почве ненависти, языков вражды. Там нельзя отрицать холокост. Хотя в Польше тоже нельзя с фастикой ходить, но показывает, что последние четыре года можно ходить с фастикой и ничего никому не происходит. Но в Германии, конечно, это устойчивая демократия, там эти законы работают. Я сейчас хотя поговорить немножко про онлайн мир, потому что язык вражды, мы с ним сталкиваемся сейчас, наверное, чаще всего в интернете, то есть первый кейс был более про политиков, про СМИ, вот этот офлайн мир, сейчас я хочу поговорить про онлайн мир, то есть не знаю вы слышали или нет, но в прошлом году Германия ввела закон, который обязывает крупные соцсети удалять язык вражды в течение 24 часов, если нет, то они подвергаются большим штрафам, там миллионным, в миллионах евро. Если кейс немножко сложнее, то в целом может быть это до недели, что у соцсети есть неделя на то, чтобы удалить этот контент. И тут проблема, я специально дала вот эту фотографию, потому что часто я слышу, что вот там организация по свободе слова, вот вы там слишком либеральные и так далее, но тут даже Human Rights Watch сказал, что у них есть сомнения по поводу этого, так что я решила вот эту картинку поставить, а не с сайта моей организации. В чем проблема? Проблема, во-первых, в том, что таким образом государство сбрасывает ответственность на частные компании, которые вдруг становятся судьями, и они нанимают модераторов, например, я завтра иду в Facebook работать модератором, и я завтра буду решать, хотя никто в мире еще не понял, что такое язык вражды, но я знаю, я буду удалять по этому принципу то, что я думаю, а в целом я боюсь, что компания получит штраф, так, наверное, я удалю даже то, что я не уверена, но лучше не рисковать. Вот это как бы в целом проблема, о которой сейчас будем говорить. То есть я не отрицаю, что есть в Европе огромная проблема с онлайн-языком вражды, она есть. Проблема в том, что когда государство вот эту ответственность оставляют на компаниях частных, то доходит до ситуации, когда люди, которые ничего плохого не сделали, ничего плохого не написали, они теряют свой контент. И да, если ты известный журналист, если ты известный ютубер, то о тебе, наверное, услышат и будет об этом статья, вот какой ужас, удалили контент. Но если ты просто какой-то активист, простой человек, и тебе удаляют контент, во-первых, скорее всего ты даже не будешь добиваться, потому что ну там пожаловаться в фейсбуке вообще сложно, непонятно как, а добиться обратной связи вообще невозможно практически, то есть скорее всего ты вообще на это не отреагируешь, а если захочешь с ним бороться, то достучаться не до бота, который это удаляет, а вот до человека в этих соцсетях еще сложнее. И вот это как бы то, как бы в чем идет как бы угроза и о чем мы говорим, что вот что нам не нравится, что вот нету достаточно, во-первых, нету четкого определения, что мы подразумеваем под языком вражды, во-вторых, если случайно там удалили мне контент, чтобы добиться того, чтобы это вернулось, это очень сложно. И я нашла хороший ролик, но я покажу только чуточку, потому что проблема в чем? Проблема в том, что он правда с английскими субтитрами, но все-таки он на английском. Так что конечно может быть так, что кто-то не знает, так что я покажу только чуточку. Суть в том, что был кейс в Германии после того, как был введен этот закон, что активистка, журналистка, куча подписчиков, она запустила такую сатиру, потому что очень много сейчас идет в Германии хейт-спич по поводу беженцев, что они из-за из-за угрозы нашей культуры и так далее. И ей удалили пост такой саркастический о том, что вот я за то, что если каждый будет говорить, что каждый год немцы на Рождество смотрят какой-то фильм старый, такой еще черно-белый. Она ненавидит этот фильм и она запустила в Твиттере, вот что пока этот фильм будет крутиться в Германии каждый год, то я согласна, чтобы беженцы пришли и уничтожили нашу культуру. И этот пост был удален, потому что взятого кусочек вот за год. Дальше в Германии, большие социальные компании отпустили о 24 часов, о миллион в файл. Но это не только что дали в первые недели. Зоффи Пасман Субтитры создавал DimaTorzok Да, то есть так как я сказала, так как она все-таки известная, то про этот кейс стало громко, и этот твит был, они его восстановили обратно на сайт. И вот таких случаев, что какой-то сатирик, потому что если это делает автомат, а на самом деле не совсем понятно, насколько это автоматически, а когда это люди проверяют, то, конечно, вот все такие тонкости языка, вот какой-то сарказм, вот ирония, сатира, это не улавливается. И это вот такие вещи тоже тогда подвергаются этой цензуре. И вот этот закон в Германии начал, он вступил год назад, и спустя полгода был опубликован первый вот такой доклад, в соцсети должны были показать, сколько они удалили после введения этого закона, сколько они удалили этого контента. К сожалению, в этих докладах не понять, они очень такие общие, там общие цифры, то есть непонятно, что конкретно удалялось, и недостаточно, как по мнению многих, недостаточно там информации. То есть YouTube за первые полгода сказал, что удалил 27% из всех роликов, которые поступили к ним вот с этой галочкой, что надо удалить. Но это связи и с их внутренними правилами, и связи с этим новым законом. Так что тоже тут нет прозрачности, непонятно, сколько из этого по поводу этого закона. Да, и сказали, что 92% из этого всего было удалено за 24 часа, то есть очень быстро. И в Facebook, в Facebook было намного меньше, потому что тут видите, там сотни тысяч у YouTube, а в Facebook было 1700 таких постов, которые пользователи отправили в Facebook, что вот это надо удалить, и Facebook удалил 362 из них. Разница в чем? Разница, возможно, в том, что в Германии, чтобы отправить вот этот алерт, что вот, по нашему мнению, вот этот пост должен удаляться по этому конкретному закону, это не просто там кнопочка, а это надо там найти глубже вот в этих всех там в Facebook, на этих их сайтах, поэтому, наверное, поэтому настолько намного меньше вот этих было заявлений. И тоже сейчас, две недели назад Еврокомиссия заявила, тут не видно, извиняюсь, и Еврокомиссия тоже отчет такой представляла про то, что онлайн-порталы стали быстрее реагировать на сообщения о высказываниях, разжигающих ненависть, что они этим довольны, что сейчас такие платформы, как Facebook, Twitter, YouTube, менее чем за сутки проводят оценку, почти 90% контента, в адрес которого поступают жалобы. При этом компании удалили почти 72% такого контента. Вот. И так, как я сказала, проблема тут, вопрос тут, который остается, этот спорный вопрос, то есть насколько вот, то есть что мы, по сути, даем власть, вот модераторам частных компаний решать, что удаляется, что нет. И, конечно, хотя язык вражды, его надо, с ним надо бороться, и много из этого контента, скорее всего, надо бы по-любому удалить, но проблема в том, что, и об этом тоже мы часто говорим, что нет у тебя такой возможности это обжаловать, и нет такой прозрачности в этом всем процессе, и это вызывает большие сомнения. Как с этим быть? Артик 19 сейчас разрабатывает, разработал уже такой первый, первый такой документ в прошлом году, который говорит и предлагает саморегуляцию соцсетей. Это вопрос будущего, и это сейчас обсуждается в разных там кругах, и тоже в академических кругах, и правозащитных, юридических и так далее, как это должно выглядеть. Но предложение в целом такое, чтобы, конечно, если там у нас миллион постов, то это невозможно, чтобы это так работало. Но вот то, что вызывает сомнения, то, что вызывает какой-то спор, и то, что мы хотим обжаловать, что вот нам, мы не согласны, что это было удалено, но чтобы была возможность, так как вот в оффлайн-мире, когда есть саморегуляция СМИ, то есть есть комиссия, которая принимает решение, было ли там против этики журналистской или нет, чтобы что-то похожее было тоже сделано в соцсетях. И это выглядело бы вот именно так, что в состав этого совета по соцсетям входили и журналисты, и вот механизмы регуляции СМИ, и эксперты по свободе слова, и НКОшники, эксперты, которые работают по язвимым группам, то есть чтобы это было разнообразно, и чтобы это было на уровне национальном, то есть нет один совет на весь мир в Фейсбуке, потому что разные языки, разные, вообще все разное, поэтому это должно быть тогда в каждой стране отдельно. И чтобы тоже существовал вот такой кодекс этики, который касался бы модерации, и вот чтобы все было четко расписано, вся терминология, все, о чем мы говорим, за что мы удаляем контент, и чтобы они принимали решение вот в самых этих каких-то сложных и индивидуальных кейсах, которые вызывают сомнение. Вот это вопрос будущего, это я просто сейчас так бросаю в воздух, чтобы вам показать, что такие идеи есть, и что это сейчас обсуждается, и надеюсь, что что-то более конкретно скоро появится, а если будете заинтересованы больше, более подробно вот это, то есть это можно найти, к сожалению, только на английском пока в этой небольшой публикации. И вот я в целом все, что хотела сказать, что сказала. Я думала, что я буду меньше говорить, но и как-то не получилось. Я хотела показать вам вот два как бы совсем для меня противоположных кейса. То есть, во-первых, первый касался более вот офлайн, вот нашей вот офлайн мира, второй онлайн, первый это было, чтобы показать, что происходит, когда нет желания государства, правительства бороться с проблемой языка вражды, и к чему это может привести, и это пример Польши. А второй пример Германии про то, как вот это то, что правительство, я думаю честно, что нету в этом ничего там между срок, что честно вот заботиться об эту тему и хочет как-то уменьшить проблему, все-таки доводит до ситуации, где это начинает быть тоже таким проблемным моментом и может вызывать тоже сомнения. И решение, что дальше с этим делать, это покажет время и покажет будущее. Сейчас, если хотите еще со мной поговорить. Да, 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 то есть, простите, я сейчас, вот там была рука, я сейчас вам вернусь, да, это постоянно идет дискуссия на эту тему, я присутствовала в таком круглом столе, который организовал спецзакладчик ООН по свободе слова Дэвид Кей в декабре в Берлине, куда пришли и вот и Фейсбук, и Гугл, и представитель министерства юстиции. Что выяснилось? Выяснилось, что когда они писали этот закон, не принимали во внимание вот экспертов по свободе слова, то есть, а понятно, я это понимаю, потому что во мне тоже это есть, да, если группа, которую я защищаю, или я лично подвергаюсь языку вражды, понятно, что хочется все вообще убрать, все удалять, и вообще нету никаких сомнений, и я эту эмоцию прекрасно понимаю. Но так как не было этого баланса, что они не советовались там с другими организациями, которые могли бы сказать, ну, все, да, но тут есть еще вот эти спорные моменты, и что с ними делать, то этот закон был принят вот без этой более широкой дискуссии, она появилась только потом. И насколько вот сказал этот человек из министерства юстиции, они будут сейчас, спустя год, смотреть, вот как это за этот год работало, и обещал, что если будут дальше это обсуждать, то уже подключат спектру намного больше. Вот, а что будет дальше, я без понятия, я только боюсь, что другие страны менее демократичные могут это, и уже есть попытки, Россия хотя бы пример, который очень понравился этот закон, там уже, и он уже в прошлом году, вот законопроект появился сейчас, там уже, по-моему, первое чтение прошло по поводу вот запрета фейк-ньюс, то есть это вот все на почве, вот опыт немецкий, но немножко перевернутый. Да? Скажите, вы лично считаете, то, что она написала? Да, да. Нет, я считаю, так как она объяснила, что это был сарказм или сатира, то есть то, что вообще, то есть ее целью не было поддержать тех, кто против беженцев или иммигрантов в Германии, наоборот, вот, вот, вот в том-то и дело, что бывают шутки, они могут нам не нравиться, но обида на шутку, это очень субъективное чувство, и поэтому вот такие высказывания все-таки входят в этот нижний, вот в этой пирамиде, в этот нижний спектр, то есть то, что мы можем это оспаривать, мы можем написать, как бы, обратный комментарий или статью, что вот мне не нравится, что ты написал, написала, но представьте себе запрещать вот каждую любую шутку, всегда найдется человек, который обидится, если вот то, что просто обидно, если это бы запрещалось, то вообще у нас не было бы ни комедии, ни сатириков, ни ничего, поэтому это очень такой тонкий лед, и поэтому я лично считаю, что, конечно, она имеет право так сказать, перевернуть и так далее. Вы спрашивали о том, почему в нашем мире стимулировать жертвы, которые убили маэр. Возможно, в том, что таким образом происходило снять ответственность, которые довольно часто не наблюдают, и говорили, которые совершали поступки тем необым, условиями окружениями, государством, СМИ и так далее, когда они совершали их, и тем вызовом окружающих, тем вызовом возможно, пытались снять от себя ответственность. То есть медиа, которые создали, вовременность не виноваты. Люди, которые поддерживали распространение эту волну, тоже не виноваты. И вовременность, просто человек, который подиумил, и которого, хоть и прочее, бить, как поможешь. Да, совершенно верно, я с вами 100% согласна. Мне кажется, что так тоже срабатывает вот такая наша какая-то внутренняя защита, что вот, ну сложно же признаться, что мы все ответственны за такую ситуацию, потому что мы не реагировали, или мы недостаточно реагировали, или мы вот, или там, ну так как я, я, например, после того, что случилось, я чувствовала себя ответственной за это. И мне было с этим очень, и мне до сих пор с этим сложно. Тем более, что я этого человека знала лично, это мой город и так далее. Но, конечно, это проще всего, и я вижу по людям, с которыми я общаюсь, что они даже не поддерживают эту власть, они совсем как бы просто обычные люди, которые говорят, ну о чем ты говоришь, он же был вот, это же из-за того, что он болел, и тут ничего не связано с тем, до чего мы довели эту страну. А я считаю, что мы довели эту страну до того, что настолько наступила парализация общества, настолько две вот раскол пошел, что есть два общества на самом деле, и обе эти оба общества, они сильно нападают друг на друга, то есть мы за это отвечаем. А проще всего сказать, да, он преступник, он сидел в тюрьме, и он психически больной, значит, мы тут ничего больше сказать. А я считаю, что результатом этой трагедии должно быть, что мы должны прийти, вот мы должны прийти к тому, мы должны говорить о том, почему это случилось, что мы как общество за это отвечаем. Вот. Если у вас правильно понял, то самое простое, самое желание было сказать, что все сожалеют, что это произошло. То есть вначале у меня была эта надежда, потому что реально все сказали, что им жаль, что это произошло. Тоже те, которые с той другой группы, скажем так, и политики, и правительства, и СМИ, и так далее. Но это длилось даже меньше суток. Уже потом началось то, что обычно. То есть, да, то есть обвинения одних других, а самое ужасное было то, что вот этот первый государственный канал, после его убийства, действительно, они выпустили материал про язык вражды. Они сказали, да, язык вражды – это проблема. Но все кейсы, которые они показали, это были только от политиков той вот гражданской платформы, которую вот этот убийца хотел, вот обвинил в этом убийстве, в том, что вот он сидел в тюрьме. То есть своего вот со стороны правительства они никакого кейса не показали. То есть это вызвало у людей очень такую агрессию, вплоть до того, что люди начали протестовать у здания вот государственного телевидения. и это продолжается там. Меньше, больше людей, но они там стоят и они там протестуют. Так что вот это как бы вот то, что мы все понимаем и мы все жалеем, это длилось несколько часов. И все. И вернулось к тому, что было раньше. Ну, потому что они решают кейсы, которые, я уверена, что часть из них должен решать суд. Вот нормальный суд. А не просто молодой человек, которого посадили за компьютером, и он знает, что вот есть эти штрафы и так далее, и у него есть только какое-то руководство, на что он должен обращать внимание. То есть это в какой-то степени да, то есть таким образом как бы ответственность переходит на третья лица, на частную компанию в этом случае. Без каких-то злоев я вспомнил в другую ситуацию. В России было дело о том, что сексурую деталью на финистку, которая есть посадительная переференция на высказывание минусы по всех обещаниях. Да, высказывание минусы по миру, но ситуация получилась такая же. А это вот реально зафиксировано, что вот этот скрин делают боты, это как-то подтверждено. Скрины? Ну, в смысле, проверку этих постов на эзды враждей. Потому что если это делают боты, тогда точно никакой не юмор, не сатира это никак не будет прочитано. Да, и это делается автоматически очень часто. То есть это идет... Таким-то ключевым словам? Да, конечно, это не вылавливает всех тонкостей языка. Поэтому вот именно больше всего проблем с такими высказываниями на грани. А вот потом, чтобы достучаться и чтобы человек это там еще проверил, то бывает, что чаще всего, что на эти жалобы вообще не приходят ответы. Я посмотрела репортаж, был ЛГБТ-парад в России, в Питере. И получается шла колонна, и по всему периметру колонны стояла милиция ОМОН. Ну, как обычно. И, как обычно, в какой-то момент находились такие люди, которые начинали лезть в драку, оскорблять, пытались избить этих членов, ну, членов колонны. И журналисты все снимали, и когда он взял мужчина, и его спросили, как вы ко всему этому относитесь? И он сказал, я имею право ненавидеть их, но я не имею права проявлять свою ненависть. И как ты считаешь, все-таки человек, он имеет право и как бы ты лично добрый его ненавидеть, или все-таки нужна эта ненависть как-то искренять? Я скажу так. Я скажу так. Человек имеет право ненавидеть, но наша работа, наша цель должна быть в тем, чтобы не закрываться на такого человека, и чтобы пытаться с ним говорить, и пытаться, возможно, изменить его позицию. Я знаю вот случаи с моей личной жизнью, где такое удалось, и это не один случай, а несколько. То есть я верю, что это возможно. Но запрещать, просто ненавидеть, ну, это я даже не представляю, как это могло бы быть. Конечно, другое дело, когда вот то, что он сказал, что одно дело, что я их не принимаю, а другое дело, если я пойду на них с камнем, это уже, конечно, тогда говорим о чем-то другом, и этого быть не может. Не должно быть, и это уже тогда другие есть инструменты, в том числе правовые, чтобы на это отвечать. А вот про самое чувство ненависти, это вот должны быть как раз все эти меры, о которых я говорила, то есть, что мы выступаем публично против этого, это должны делать тоже политики и известные лица, что правительство тоже нас, поддерживает и делаем вот общественные компании, потому что НКОшники делают прекрасные компании, я об этом знаю, я увидела очень много разных, в разных странах, но, конечно, проще дойти до еще большего количества людей, когда это на государственном уровне тоже поддерживается, если это вот такие общенациональные компании, тогда мы доходим тоже то людей, которые нас не слушают обычно. и вот это как бы все вокруг этого должно, мы тоже должны вот этим заниматься, это делать, разговаривать с этими людьми. Самое ужасное, когда вот люди закрываются и уже не хотят с друг с другом разговаривать, это сейчас случай Польши, люди уже с друг с другом не разговаривают, то есть нету диалога, что вот у меня такие взгляды, у меня такие, если человек видит, что у другого вот-вот другая точка зрения, то они уже не общаются, и это очень печально. Хорошо, спасибо вам большое. Как раз полтора часа, то есть я все-таки…